Километры дорог смыты, порядка двух с половиной тысяч домов затоплено. С последствиями буйства стихии разбираются в Приморском крае. Там уже начали работать пункты длительного размещения людей, которые остались без жилья, и они уже понимают, что это надолго. В эпицентр бедствия отправилась Евгения Змановская. Куда вы эту воду сейчас повезёте? Три тонны воды у нас для того, чтобы отправить в город Кавалерово. Там сколько людей сейчас? Ну это город, там больше 25 тысяч человек. На сегодняшний день они отрезаны по земле. А он как забрался? Вы туда его, да? Да, я туда по лестнице. А почему не отпускаете животных вниз? Вроде вода ушла. Обещают ещё воду большую. А сколько вы дней там уже? Коя. Чердак пригодился, да? Ой, она меня выдержит? Здравствуйте. Ой, как вы здесь? Нормально, чем здесь. Лучше всех. Печка чуть тёплая, а горячая. Тут же вещи, да, слушайте. А расскажи, кто это спит? Вы братишка? Братишка. У нас на глазах появлялась вода. А ты где была в этот момент? Смотрела, прямо из земли поднималась вода. Потом уже река царапина текла. Текла. Когда вы думаете спускаться? Ну, вот это и фунок, когда пройдёт. Сейчас переживём вот это вот, что там будет. Но вода потихоньку уже уходит, да? Катастрофа. Ну, часто. Так она уже ушла. Это уже ушла вода, это уже нету, я считаю. Октябрьская, 15-2, мы были дома, и вода быстро вообще прибыла. Угу. За минуту там, по колено, да? Мы выбежали быстрее, телевизор схватили, и как бы документы... Да мы, по принципу, готовы были-то. Под этой водой как раз находится картофельное поле, а здесь грядка с кабачками. Вот они до сих пор держатся на кусте. Не сорвало. Надо их убрать. Я спасла вам кабачок.